Всем любителям бокса привет! Обзор вечных боксерских перчаток всемирно известного бренда Everlast и боксерской экипировки. Почему вечные? Потому что слово Everlast переводится как вечные. Сейчас более подробно рассмотрим и экипировку, перчатки и шлема старой школы Old School. Немного истории бренда Everlast. Everlast основан Якобом Голомбом в 1910 году. Слово Everlast переводится как вечные. А почему вечные? Потому что он занялся купальниками изначально. Купальники, которые служили для плавания, плавательные, они очень плохо даже сезона не могли служить. И Everlast начал шить купальники, которые отличались надежностью, как бы вечностью. Поэтому слово Everlast переводится как вечные. Слово Everlast сейчас ассоциируется с боксом. Это синонимы по сути. В 1917 году молодой спортсмен Джек Демпси заказал шлем боксерский. Именно не перчатки, а вначале шлем был, который Everlast. Ну, не эту модель. Сделал Демпси, чтобы выдерживать самые суровые 15-раундовые спарринги. А в 1919 году уже заказал ему Демпси тренировочные и боевые перчатки Everlast. И в 1919 году он же стал чемпионом мира в тяжелом весе. И с 1919 года, по сути, бренд Everlast стал поставлять боксерские перчатки во все страны мира. В 1925 году Everlast еще шорты сделал с широкой резинкой. До этого использовались просто на кожаном ремешке такие шорты, как бы трусы. И Everlast стал мировым лидером в производстве боксерской экипировки. Бренд был зарегистрирован в Бронксе, поэтому много надписей в Everlast, где написано именно Бронкс. Это не завод Бронкс, и многие путают, что это завод. Это именно сам бренд в Нью-Йорке, Бронксе, зарегистрирован бренд Everlast. А производство было в Моберли, штат Миссури. До сих пор там находится этот завод, который был закрыт в 2003 году, но там находится склад. Они отправляют с этого склада до сих пор боксерскую экипировку и многое другое, что производит Everlast. Everlast в 2000 году был продан компанией, которая по лицензии сшила одежду Everlast. А уже в 2007 году другой компанией, английскому бренду, который владеет Дерекспортом, Everlast стал производить перчатки по всему миру. Он дал 88 лицензий. В 101 стране мира производится экипировка бренда Everlast. Тут рассмотрим олдскульные боксерские перчатки. Олдскульный шлем, который выпускался раньше. До 2003 года, до 2003 года, значок был только, сам значок, без надписи боксерских перчатков. Уже с 2003 года они поменяли эмблему и вот такой квадратной эмблемой был уже Everlast с 2003 года выпускался. Бронск с Нью-Йорк. Не знаю, есть ли здесь надпись. Нет, здесь надписи нет. Здесь перчатки конский волос, комбинация конского волоса с пеной. Сейчас рассмотрим ее подробно. Сделано в Америке. Перчатка короткая. Внутри натуральная подкладка, как на сегодняшний делает Грант. Модель 24-14. 14-юнцовая перчатка. 24 это модель, 14 это унции. Перчатка укороченная. Очень хорошая посадка. Перчатка открывается, закрывается. Смотрите, где находится мой большой палец. И вот это все жесткая набивка, которая очень защищает большой палец. Основной акцент этих перчаток это ударная поверхность, которая просто идеальна для нанесения очень хорошего удара. Перчатка небольшая, укороченная, очень удобная и супер удобной ударной поверхностью с плоской, которой четко вы попадаете на костяшки. Перчатки кожаные, перчаткам лет и лет, но перчатки, как можно заметить, которые производились в Америке, очень хорошо служат. Действительно, вечные боксерские перчатки. Уже модель, которую они с пеной начали выпускать, они с 2003 года в Китае стали выпускать эту модель. Она идет, кожа здесь немножко другая. Идет с пеной, многослойная пена. Вот пена уже здесь сбита в ударной части. Атласная подкладка уже ненатуральная идет. Перчатка внутри, 12-юнцовая, она больше внутри, чем 14-юнцовая с конским волосом, с комбинацией с пеной. Довольно удобная, открывается, закрывается перчатка. Хорошая тоже ударная поверхность. Ну, форма перчатки уже немножко другая. Вентиляции нет, вентиляция за счет глубокого выреза, как и в перчатках с конским волосом. Перчатки, которые они начали делать уже в Индии, это 8-юнцовые перчатки с атласной подкладкой. Нью-Йорк, это уже современная версия перчаток, 8-юнцовых, модель 19-10. И перчатка, я вам хочу сказать, что крайне неудобная по сравнению с олдскулом. Вот, как бы ты ни сжимал перчатку, во-первых, большой палец не дожимается, до конца упирается. Во-вторых, у вас, если вы заметите, у вас вот так вот находится рука в перчатке. В отличие от олдскульной, где рука практически вот ударная часть. Спасибо с Днепра коллекционеру, который передал мне эти перчатки для обзора. Это все его коллекция. Если посмотреть даже сделанный в Америке защиту паха, которая сделана из кожи, из конской кожи, очень качественная, эту защиту паха не то, что рукой, здесь ногой тяжело пробить. Супер качественная подкладка, посмотрите, сколько лет этой защите. Супер качественная, как лаечка, внутри подкладка идет кожа, как у вининга резинка для фиксации и регулировки. Размерная сетка Medium МК идет. Защита паха сделана в Америке, из конской кожи. Переходим плавненько к шлемам. Everlast сделана в Америке. Качественная лаечка кожи внутри. Размер М. Официально разрешенный для спаррингов, для выступлений. Не знаю, от времени это произошло или нет, но часть, в лобной части, очень жесткий пенопласт. Он просто твердый, он не жесткий, он просто твердый. В отличие от, по бокам, более мягкий пенопласт, и затылок с подушкой, сзади тоже очень довольно мягкий и комфортный. Модель 4040. Эти перчатки, этот шлем выпускался в Америке. А уже вот этот шлем, можно заметить на многих бойцах прошлого столетия, я бы даже сказал. Он же выпускался, скорее всего, что в Китае. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Эверласт, 1910. Очень много набивки. Шлем суперкомфортный, модель 3204, размер L. Открытые ушные амбушюры. Фиксация на ремешке с пряжкой идет. Качественная кожа. И я вам скажу больше того, что бренд Rival, он много, не сильно, он взял именно со старой школы шлем. Только по современным технологиям сделал шлем, который полностью по набивке, по толщине самой набивки, по форме. Правда, здесь щеки чуть-чуть больше, чем в этом шлеме. Напоминают именно боксерский шлем Эверласт старой школы. Битки. 15-2-0. Скорее всего, что производство тоже уже Китай. Латексная подкладка, которая уже пробита полностью, но кожа, как видно, полностью еще живая. Вот такой краткий обзор боксерской экипировки всемирно известного бренда Эверласт. Олдскульные перчатки, которому все отдавали дань уважения и пользовались очень многие боксеры прошлого века. И до сегодняшнего дня пользуются боксерскими перчатками боевыми. Правда, обзор на который я сделаю чуть позже бренда Эверласт.